Рекордно высокая инфляция в Соединенных Штатах несоизмеримо наносит ущерб всем слоям американского общества, согласно сообщениям основных СМИ страны. В октябре инфляция в США достигла 6,2%, что является 30-летним максимумом. В отчете Bloomberg инфляция особенно сказывается на семьях с низкими доходами, которые тратят примерно треть своего заработка на предметы первой необходимости, такие как еда и энергия. Энергия вообще подорожала в некоторых случаях в два раза. Цена на бензин растет каждый день. Отопление домов этой зимой для жителей Медвяста обойдется на 59% дороже, чем в прошлом году. В отчете цитируется исследование The Light LLP, которое показало, что более 11% американцев вообще не будут тратить деньги во время праздничного сезона. Это самая большая доля как минимум за 10 лет и более чем вдвое больше, чем в 2020 году, всего лишь на год раньше. В то же время большинство американцев, накопивших более 2 триллионов долларов США в виде избыточных сбережений, накопленных во время пандемии, готовы тратить деньги на подарки и праздничные поездки, говорится в сообщении. Праздничный сезон в этом году выявит неравенство в восстановлении экономики Соединенных Штатов, говорится в отчете. На сайте Fortune 16 ноября был опубликован комментарий к инфляции в США под названием «Не позволяйте им говорить, что инфляция полезна для бедных. Это не так». В статье предупреждается, что если федеральная резервная система и администрация Байдена не изменят свою текущую политику в отношении инфляции, последствия будут наиболее серьезными именно для бедных. В нем говорилось, что инфляция несоизмеримо больше вредит не менее богатым секторам, чем богатым, потому что богатые, как правило, владеют активами, которые лучше переносят периоды инфляции. В нем говорится, что растущая инфляция уже подорвала рост заработной платы американских рабочих на раннем этапе пандемии. Но режим Байдена предпочитает либо говорить, что инфляция временная, либо несерьезная, либо вообще выгодна, и говорит о росте экономики. Байдену необходимо на фоне разрушительной инфляции вынуть рекордно огромные триллионные деньги из бюджета на свои политические программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова